Так, welcome, welcome, welcome. Давайте подведем итоги Фэнтези Лиги. Первый наш дивизион мы проиграли в Щи. Я так понимаю, рейтинг уже везде поменен. Да, уже здесь все поменено. Мне просто жутко не повезло, потому что ТСМ на этой неделе были так себе. И помимо них еще и команда G2 слилась. Видите, у меня везде поражения идут по очкам. Более того, Коба аж 47 очков заработал, Фоби Ван 51 очко заработал по сравнению с Капсом, лучшим медленером планеты. Здесь в этой лиге Токсик меня разгромил. Мы остальных посмотрим чуть позже. Давайте сначала со мной разберемся. Пока ничего нет. У меня есть группа на ютубе. Там, посмотри. А вот здесь я уже победил Баха и получается в этой лиге у меня победа и поражение. Да, сейчас я проверю. Подождите. Проверю. Здесь вообще скоринг или что-нибудь такое. А вот. Не, у меня здесь было поражение, а сейчас победа. Понятно. Одна победа, одно поражение. Что у меня здесь получается? Сомдей за меня очки заработал. Брокс был неплох. Хотя он проиграл Макс Лору, конечно же. Но Брокс на самом деле был неплох. Я джангл от 21 очко. Это нормально. Перкс. По сравнению с Фаби Ваном он никто. Апсет. Он Хансами проиграл даже. Олих. Его очки еще не досчитали. Я так понимаю, и досчитали. Не досчитали. 5 очков за первую игру и 13 и 3 очка за вторую. Кого тут берут? Уик Смитти берут. Азиатская порно. Я смотрел. Не очень интересно. И вот он, мой победитель. 41 очко против Клауд Найн. 42 очка против команды ТСМ. Феникс просто мне дал тут 83 очка. И я автоматически победил эту базу. Просто гляньте. Ну и ТСМ мне дали очки, потому что G2 у Бахи не очень были. И третью лигу смотрим. Бабах. Ооо, да ладно! Не, я выиграть должен. Что это такое? Ребят, писечки не хватило. Писечки не хватило. Просто... Два крепца. Ай! Тачки уже засчитали, да? Да, засчитано. И у меня все засчитано. Просто писечки не хватило. Чертов Макс нас на писечке дрюкнул. Кто мне слил? Ну, Вайт Найт. Его надо выгонять. Короче, я пошел его выгонять с этого Вайт Найта. Открыли уже ростеры. Можно менять будет сейчас игроков. Сейчас я, может быть, и поменяю туплейнера. Метеус более-менее. Бьерксон более-менее. Хернон подвел. Ну, команда G2 слилась. Смутти нормально. Хухи нормально. Более-менее. Ну и Клауд Найн победили. Проиграли. Давайте я здесь поменяю Вайт Найта, потому что в команду Unicorns of Love вообще верить нельзя. И у меня есть на кого его менять? На Альфаре из команды Misfit? Нет уж, спасибо. Я бы лучше кого-нибудь затрейдил из тех, кто остался среди топлейнеров. Любого. Просто любого. Боже мой, тут оптик гейминг. Что это за мусор? Руины можно взять из джайанцев. Нельзя. Тут никого нет. Помогите, тут никого нет. Серьезно, тут никого нет? Я даже не знаю, что менять. Ну, не Солоджи. Ну, хотя он сейчас сыграл неплохо. Какая у них следующая неделя будет? Мне в лом смотреть, какая у них будет. Ну, точно не Лаура. Точно не из джайанцев игрока. Точно не из оптик гейминг. Ракат и профит. У меня Альфари есть, да, свой собственный. То есть он взят из команды Misfit. Наверное, давайте его поставим в основу просто. Пусть будет Альфари у нас в основе. У нас есть Шериф, который может заменить Херна на... Это бессмысленно. И у нас есть Майк Йон, который может Метеоса заменить, но это будет ошибка. Метеос получше гоняет. Хотел идти Сэм, следующая неделя будет попроще вроде как. Ну, об этом я еще подумаю. Так, а мы можем... Может, какие-то команды там... А, ну, здесь у меня на самом деле лига-то не такая страшная. Здесь у меня довольно сильный состав, если так задуматься. Шальки 0-4 никто не забрал. Блин. Ну, я не хочу клауднойнов менять на шальки. Но я удивлен, что никто шальки не забрал. Эхофоксов никто не забрал. Вот чё, дебилы? А-а-а, капучай. У меня клауднойны здесь, я не могу брать эхофоксов. Клауднойны сейчас тоже идут неплохо. Так, надо в другой лиге идти брать себе эхофоксов, если там кто-то их оставил. Что было вообще эхофоксов оставить? Поменялись игроки какие-то у нас. Что здесь трейдов не могу сделать? А, вот. Эхофокс на месте. К чёрту TSM. Я меняю. Trade successful. Всё. Так, чё ещё тут есть? Туплейнер. Подождите, что у меня за проблема здесь? У меня проблема здесь... Мне апсет не нравится. Или нравится. Да не, нормально. Я бы топера поменял. Сомдэй, он такой. Тут не на кого менять, да. Я топеров ни в одной лиге не урвал себе хороших. Броксу можно поменять. Он вообще какой-то какущий. У них две победы, два поражения у команды. И Броксов ничего не делал. А кто есть? Дардош есть. Дардош есть. Давайте. А, блин, тогда у меня всё будет в фениксах здесь. Ну и нормально. Нормально. Ой, не фениксах, а фэхо фоксах. Ну нормально, прорвёмся. И вот Тотора я поменял. Это вообще мусор. Это не игрок. Кто у нас тут есть? Джек Тролл? Джек Тролл из Виталиков. Да? Пока есть возможность, забираем Джек Тролла себе. Вот, вообще ништяк. Джангл? Гиллиус тут ещё есть. Давайте Гиллиуса на Прайд Сталкера ещё поменяем. У меня Виталик и Эхо Фокс здесь. Я могу сейчас Джек Тролла выпустить за Олиху? Нет. Другое заходить, чтобы поменять. А, Миддер, Миддер, Миддер. Есть кто-нибудь? Нет. Нет, Миддера, Пэркса оставим. И давайте в Ростер тогда зайдём и поменяем Гиллиуса. Нет. Так, Тролла на Олиху поменяем. Факт оставим. Или нет. Да, лучше такая оставить. И давайте в первую теперь Лигу вернёмся. И после этого всех проберёмся. Здесь что я могу поменять? Кто тут остался из команды? Тут тоже есть Эхо Фоксы. Но, блин, опять всё в одно вкладывать. Они в следующей неделе сольют, а там вдруг ТСМ изыграют. Нет, я оставлю Эхо Фоксов, не буду трогать. Пусть ТСМов... Поверю я в них ещё. Больше же тут никого нет, да? Шальки ещё есть, кстати. Не-не, нафиг. Так, по топеру у меня Удамния и Ликорис. Ликориса я обменял. Здесь есть только Кабачарт. Кабачарт, он часто умирает. В джунглях Дардош есть, заместо Янкоса. Я бы, наверное, взял. У меня есть ещё один джунглях, у меня есть Акадия. Как минимум на Акадия, но я бы его поменял. Джизука ещё есть на мид, и заместо Кабса я бы его взял. Или у меня есть, подождите, у меня есть мидер какой-нибудь ненужный? А тут Феникс, лол. Чё сё у меня тут? Кодисан у меня ещё здесь. Давайте я поменяю Джизука на Кодисана, вот так вот возьму. А, у меня мидеров будет много в команде. Да, так не поменят. Мне надо либо Кабса ставить, либо Феникс. Кабса уберут. Саппорт у меня Митя, ТСМ, а кто тут есть? Вандер, Тайсинг, Джек Тролл, не хочу второй же Джек Тролла брать. А Фраму можно. Команда его выигрывает. Есть очки, которые пишут, они неправильные пишутся. Ну, то есть, это предположительные, риотские, они кривоватые. То есть, есть, estimated points for free week, то есть, предположительные очки на третьей неделе. Но не верьте, я это всё, компьютер там просчитал, примерно как может быть. Но я бы этому показатель не... Ладно, я здесь не буду больше, что я никого менять, только зайду уже в ростер. И... Да, мне... Давайте дадим шанс Ликарису, ещё раз выставлю его. Заместо Янкоза поставлю сюда Дардоша, и Феникса заместо Кодисана. Потому что Феникс что-то бажит совсем сейчас. Жизуко у меня будет на меде. Я забрал себе Супер Марио. Ну, и теперь давайте подведём итоги по остальным игрокам, кто у нас кого победил. Здесь разгромая височка проиграла Моисею. Моисей 300 очков заработал. Почти что-то, что мы... Ну, да, у него здесь самые сильные игроки Адриан 72 и Хухи 69 принёс. Просто забейте. Здесь была равненькая борьба, но Форд Мазер Раша победил таки и победил, потому что он в Тим Ликвидов вложился, они сейчас ему очки принесли. А здесь, видите, сам всё запорол. Булочки у нас, это Лехич Титеему разгромил. В американцев ложился, а этот ложился у нас, получается, в мисфитов, прокатов. Одного игрока из Тим Ликвидов, тут очки ему принёс. Джезис, который зачем-то он вообще его выставил, ТТМ Джезиса, на саппорта, я не знаю. Он как бы не играет, чем выставлять Джезиса. Ну, даже если бы он играл тут 25 очков, было бы каких-то этого не хватило. Стик Сэй слишком сильно отвалился. И давайте вторую лигу тоже. Когда следующие турики, во вторник. Алоха, это Фоллаут, победил Бистуса. Бутик проиграл Сисея, и у нас, получается, Бутик 0-2 уже идёт, потому что он до этого тоже проиграл. Стар Сейлор со Стрелком, что-то у них как-то мало очков, что у них здесь с командами. А, он просто вообще каким-то муцером играет. Вы гляньте на это. У него лучший игрок это хухи. Это даже не смешно. Просто лучший игрок это хухи. А здесь очень много фанатики потеряли очков. Ну, как у меня, 187 тоже очков потеряно было, потому что фанатикам доверился. В третьей лиге давайте посмотрим, что у нас получилось. Тут у меня была победа, и сейчас я проиграл. Проиграл очень близко. Здесь очень близкие вообще были все игры. А, не, 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 что-то быстро. Что у нас по Оксимельке? Оксимелька проиграла свой матч. Ишка её разгромил. Ишка разгромил за счёт Шальки и Тим Ликвидов. А она на чём потеряла? Стиксей подвёл. Очень сильно подвёл. Жёстко. Балрок Тюфани Стайлера. Балрок жёсткий разгром. Тут не у него. И Свен Скерин дал ему очков. Хотя у него вся команда фанатиков, но не Бот Лейн. Бот Лейн он почти не брал. Видите, нету слабеньких игроков. А против него тут Экзайл, такой непонятный. Пять очков заработавший. ТСМ, хоть они даже лучше фанатиков, получается, заработали. И последние у нас игроки, это Брайс против Вальдазара. Победил у нас Вальдазар. Какие-то слабые команды у Лейнс. Ну, вообще, как вот этой командой побеждать, допустим? Хотя он больше очков, чем я заработал в этот раз. Видите? У нас победитель Балрог был. Суммарно. Что ж, ребят, фэнтези лига закончилась. Вот у нас три лиги есть. Можно ещё одну создать? Да, смотрите, можно всё ещё создавать лиги. Кто-то спрашивал, можно ли их создавать. Ответ – да, можно всё ещё создавать. Прощаюсь я с вами. Увидимся мы на прост-сцене уже только во вторник. Либо с утра, если додонатите на Корею, либо вечером тоже Корею повторок в перемотке посмотрим. И завтра, ну, соло-ку, скорее всего, будет. Давайте. Всем пока. Всем счастливо.